В Чебоксарах стартовал очередной форум стратегии и практики успешного бизнеса. Его проводят в преддверии Всемирного дня качества. Сегодня ведущие эксперты обсуждали, что необходимо сделать для развития предприятий и продвижения продукции на экспорт. Узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Как построить стратегию успешного бизнеса в Чебоксарах обсуждают 12 раз подряд. На очередной форум в столицу республики приехали эксперты из Самары, Красноярска и Москвы. Каждый год именно здесь встречаются представители промышленной сферы и ведущие специалисты в области качества. Организаторы этого форума преследуют глобальные цели. Первостепенная задача создать предпосылки для внедрения инновационных технологий управления. Эксперты говорят, достичь высокого уровня качества в промышленности возможно только сообща. В этом должны быть заинтересованы и местные власти, и представители предприятий, и общественники. Одним из залогов успешного бизнеса эксперты называют сертификаты, подтверждающие качество продуктов. К примеру, для предприятий пищевой промышленности разработали специальную систему менеджмента КССП. ХАСП – великолепный инструмент. Сегодня выходит новая версия. В 2018 году все должны перейти на новый стандарт, в 2015 году. И кто сегодня уже подошел к решению проблем риск-менеджмента, начинает испытывать какие-то свои небольшие исполнения, методы, способов. Чувашские заводы, уже внедрившие систему мирового образца, прочно закрепились на зарубежных рынках. Сертификат ХССП не первый год получает и ведущая кондитерская фабрика столицы. Свою продукцию предприятия экспортируют не только в страны Европы, но и в Китай. Сегодня проникнуть на рынок непросто, но бояться этого не нужно. Нужно только соблюдать и знать, как соблюдать, как оценивать те требования, которые предъявляет сегодня рынок через систему технических регуляций. И в этом смысле сертификат предприятию, Чувашскому АКОН, который мы вручаем сегодня, как бы он действует во всех странах мира. И не важно, где находятся предприятия. В Чувашии, в России, или в Европе, или в Австралии. Требования едины. И проникновение на рынок, и торговля, оно обеспечивается, насколько предприятие умеет эту конкурентоспособность обеспечить. Чтобы наращивать экспорт инновационных товаров, предприятия решают другие задачи. Возникает необходимость разработки специализированных стандартов. С 1 июля сего года в полной мере заработал новый федеральный закон о стандартизации Российской Федерации. 162-й федеральный закон дал возможность закрепления ссылок на национальные стандарты в драмативных правовых актов. Если старый закон о техническом регулировании это не позволял делать. И основной из ключевых норм закона является обязательность ссылок на национальные стандарты при описании объекта закупки в конкурсной документации. Но успешный бизнес, говорят эксперты, невозможно построить без квалифицированных кадров. Эту задачу предприятия решают по-своему. К примеру, на Чебоксарском электроаппаратном заводе будущих специалистов растят в ресурсном центре. Работаем уже со студентами. У нас есть целевая программа подготовки кадров под наш завод. На сегодняшний день у нас на договорной основе учатся 26 студентов, которые уже в 2017 году придут на наше предприятие. И они учатся не только в аудиториях нашего уважаемого университета, они учатся прямо вот здесь, в ресурсном центре. У нас есть оборудованные классы. Для предпринимателей, отмечает Михаил Игнатьев, в республике продолжат создавать благоприятную среду. Диалог между бизнесом и властью, диалог между властью и бизнесом всегда у нас была, есть и будет. Я вот еще раз это подчеркиваю. Ни у кого никаких сомнений в этом не должно быть. И мы практически должны подняться еще на другой уровень. Поддержка правительства приносит свои плоды. У нас индекс промышленного производства составляет сейчас практически 108%. Это очень важно. За счет развития малого и среднего бизнеса, за счет электротехнического класса, за счет оборудованного промышленного комплекса и за счет и экспорта произведенной продукции на территории Чувашкинслужа. Предприниматели обратились к главе региона с просьбой создать в районных МФЦ специализированные окна для бизнеса. Михаил Игнатьев поручил министру экономического развития рассмотреть этот вопрос. Пленарная часть завершилась торжественно. Вручением наград лауреатам конкурсов «Марка качества» и «100 лучших товаров России». Майдарий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.